Доброе утро. Битие, 26 глава. В земле был город, не тот прежний город. В земле был голод, не тот прежний голод. Катарий был при Аврааме, и Исаак пошел к Авимелеху, царю. Филистинлян в Герар. Господь, явился Исааку и сказал, Не иди в Египет, живи на той земле, где я скажу тебе жить. Поселись на этой земле на время, и я буду с тобой и благословлю тебя. Потому что я исполнил пяти, которую дал твоему отцу Аврааму, и дам все эти земли тебе и твоим потомкам. Я сделаю твои потомства многочисленным, как звезды на небе, и дам им все эти земли, и через твои потомства получать благословение и все народы на земле, потому что Авраам излучался меня и хранил мои повеления, заповеды, уставы и законы. Исаак поселился в Гераре, когда жители того места спросили у него, у его жены. Он сказал, это моя сестра, потому что он боялся сказать, это моя жена. Он думал, что жители этого места могут убить меня из-за превеки, потому что она красива. Однажды, когда Исаак уже долгое время прожил там Авимелих, царь Филистимлиан, он выглянул из окна и увидел, как Исаак ласкает свою жену Ребеку. Авимелих призвал Исаака и сказал, «Итак, она твоя жена, почему же ты сказал, она моя сестра?» Исаак ответил ему, потому что я думал, что могу за нее поплатить я жизнью. Тогда Авимелих сказал, что же ты сделал с нами? Один из мужчин мог лечь с твоей женой, и ты навлек бы на нас вину Авимелих, приказал всему народу. Всякий, кто тронет этого человека или его жену, непременно будет предан смерти. Исаак засеял поля в этой земле и в тот же год собрал урожай стократно, и Господь благословил его. Он разбогател и состояние его все росло, пока он не стал чем богатым. У него были такие большие стадо мелкого и крупного скота и столько слуд, что филистемляне завидовали ему. Они засыпали землей все колодецы, которые еще во времена его отца и выкопали слуги отца его Авраама. Авимелих сказал Исааку, Уходи от нас, ты стал слишком сильным для нас. Исаак ушел отсюда, поселился я в Герарской долине и обосновался я там. Исаак расчистил колодецы, которые были выкопаны во времена его отца Авраама. А затем засыпали филистемлянами после его смерти и дал им те же названия, которые прежде дал его отец. Ислуги Исаака стали копать в долине и открыли там колодец с родниковой водой. На Герарские пастухи затеяли ссорю. Все пастухами Исаака говорят, Это наша вода. Он назвал колодец песек, потому что они испарили с ним. Потом они выкопали другой колодец, но и из-за него вышла ссора, поэтому он назвал его Ситна. Он ушел отсюда и выкопал еще один колодец. Из-за катарога ссори не было, и он назвал его Реховод, говоря. Теперь господь дал нам место, и мы умножимся в этой земле. Он направился туда, в Вирсавию. В ту ночь, господь, явился ему и сказал, Я, я борь твоего отца Авраама. Не бойся, я все тобой. Я благословил тебя и увеличил число твоих потомков ради моего слуги Авраама. Саак построил там жертвенник и призвал имя господа и поставил там шатер, а из-за него выкопали колодец. Авимелех пришел к нему из Герара, дунестися ахузатом, своим личным советником и фихолом, начальником его войска. Саак спросил их, Зачем вы пришли, когда был враждебник ко мне и прогнали меня. Они ответили, Нам теперь ясно, что ты тобой, господ, и мы решили, что у нас должно быть клятвенной соглашение между нами и тобой. Давай заключим союз, что ты не причинишь нам вреда, как и мы не тронули тебя навсегда, обходились с тобой хорошо и отпустили тебя всем миром. А теперь ты благословлен господом. Исаак устроил для них пир, и они или и пили. На другой день рано утром они дали друг другу клятву. Исаак простился с ними, и они ушли от него всем миром. В тот же день взлоги Исаака пришли и рассказали ему о колоде, которые они выкупали. И они сказали, мы нашли Иваду, он назвал Ивошева и до сегодня имя этого города Вирсавия. Когда Исааку было сорок лет, он женился на Егудиве, дочери Хета Бесра и на Басе-мате. Дочери Хета Элона, и от них было много огорчения Исааку и Превеку. Дочери Хета Бесра, и от них было много огорчения, и от них было много огорчения. Продолжение следует...